В честь дня города Астаны мы открываем уникальный паралимпийский тренировочный центр общей площадью более 5000 квадратных метров. Центр имеет удобное место расположения в городе. Здание оборудовано по последнему слову техники и соответствует всем международным стандартам. Площадка адаптирована для всех людей с различной степенью инвалидности. Объект оснащен пандусами, подъемниками, лифтами, тактильными дорожками, поручнями, распознавательными табличками с шрифтом Брайля. Комплекс имеет свою парковочную зону. Мы построили тренировочный центр не только для параспортсменов, но и для всех людей с ограниченными возможностями, готовыми поддерживать себя физически и найти единомышленников. Теперь у людей с инвалидностью будет больше возможностей с интересом и пользой проводить свое время, приобщаться к занятиям физической культуры, стремиться к спортивным достижениям. Это поможет им легче адаптироваться в обществе, найти себя, реализовать свой внутренний потенциал. Для строительства центра привлекались иностранные эксперты Международного паралимпийского комитета. При разработке модели здания использовались стандарты Международного паралимпийского комитета, а также лучшие строительные стандарты Америки и Германии. При строительстве тренировочного центра был изучен международный опыт. За аналог были взяты спортивные центры для лицинвалидности у Великобритании, США, Японии и Южной Кореи. Это первый тренировочный центр, который мы построили именно для паралимпийцев. Но этот центр в то же время позволяет сюда приходить и любым инвалидам. То есть это вовлечение инвалидов в первый тренажерный зал именно для инвалидов. Все условия необходимые именно для инвалидов – это подъездные пути, лифты, внутренняя коммуникация. Это такой маленький дом, он больше придаст им уверенность в себе, это их первое такое домашнее место, место встречи. Режим работы зоны питания для спортсменов-паралимпийцев, которые приехали на учебно-тренировочные сборы – 24 часа 7 дней в неделю. Раздевалки с электронными замками. В каждой раздевалке 75 шкафчиков. В каждой из раздевалок расположены по 10 душевых кабинок, полностью адаптированные для людей с ограниченными возможностями. Также имеются сауны. На втором этаже располагается зал игровых видов спорта по голболу, волейболу, сидя, теннису на колясках и бочке. Данные паралимпийские виды спорта включены в программу паралимпийских игр в Токио 2020 года. В паралимпийском тренировочном центре установлен уникальный тренажер. Специальный тренажер включает в себя дополнительные функции, такие как видеоанализ для биомеханики любого вида спорта, а также для мониторинга физиологического и биомеханического состояния спортсмена в реальном времени. Гостиница включает в себя собственный номерной фонд с местами, полностью оборудованными для людей с ограниченными возможностями. Все оборудование работает при помощи сенсора для максимального удобства спортсменов-паралимпийцев. Для развития в Казахстане новых паралимпийских видов спорта мы планируем строительство манежа для баскетбола и регби на колясках, футбола для незрячих. При возведении манежа для этих видов спорта необходимо учитывать все нюансы колясочников и незрячих спортсменов. Это и высота бортиков, безопасность игроков и болельщиков и даже особенная звуковая система для незрячих. Субтитры создавал DimaTorzok Также в наших планах строительство керлинг-стадиона. Сейчас керлинг на колясках набирает популярность во всем мире и даже включен в программу зимних паралимпийских игр. Это адаптированный вид керлинга для людей с поражением опорно-двигательного аппарата, передвигающихся на колясках. И так как этот вид спорта практикуется более чем в 20 странах мира, Казахстану необходимо наличие современного керлинг-стадиона. Тем самым мы сможем готовить спортсменов-колясочников и достойно представлять страну и в этом виде спорта. В Казахстане больше 3000 спортсменов-инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата и примерно столько же спортсменов-инвалидов по зрению. Все они могут начать массово заниматься спортом, а молодые – делать спортивную карьеру. Хочу выразить огромную благодарность главе государства Нурсултану Абишевичу за поддержку паралимпийцев. Чемпион зимних паралимпийских игр Александр Калядин. Продолжение следует... Чемпион зимних паралимпийских игр Александр Калядин. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...